Всем привет! Вы на канале DoubleTop, меня зовут Александр Дуденко и сегодня я расскажу все самое интересное про RWA, Real World Dacid, новый нарратив. Погнали! Кто-то может мне подколит, что это не самый новый нарратив. Уже мы летом в MakerDAO заходили, уже поздно. Не, на самом деле ничего не поздно. Опять говорю, Real World Dacid это токенизация всего-всего-всего, что вы можете представить. Boston Consulting Group ожидает, что в 2030 году рынок токенизированных активов будет 16 триллионов долларов. В крипте сейчас всего 1 триллион. Это вообще может запушить крипту в какой-то космос? Я уже не знаю, еще один белый лебедь. Не, на самом деле, давайте будем объективны. Любая вот эта такая штука, которая для внешнего мира нужна крипта, это как бы и adoption, и приводит новых-новых людей. И тем самым пампит. Но надо разобраться, чтобы, если понять, что это гем, то надо в нем сидеть, правильно? На новом буране. Thing about it. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, поставьте лайк и погнали. RWA. Это материальные и нематериальные активы в физическом мире. То есть это недвижимость, облигации, товары, предмет искусства, вина, авторские права, что угодно. По сути дела идея нормальная, потому что можно токенизировать iPhone. Что типа вот это одна акция, можно на нее редимнуть iPhone в Apple Store, например. Или просто акции компании токенизировать, или получается документы на каждый дом токенизировать, сделать, что один дом состоит из 100 частей. И вот 100 частей продавать, как NFT-шки. Тут можно много чего фантазировать. Ну, в общем, глобальная идея имеет это смысл. Невзаимозаменяемые активы, взаимозаменяемые. Сейчас вот об этом чуть подробнее поговорим. Оргенизация позволяет перенести активы на блокчейн и сам открываем новую дверь и потенциальным инвесторам. То есть, условно говоря, вы должны тоже понимать, что если я не могу продать дом за миллион какому-то дому человеку, а может продать дом за миллион на тысячу человек по тысячу долларов, и тогда уже как бы намного больше шансов, что люди по тысяче долларов купят одну тысячу этого дома и захотят получать доход. А я уже как застройщик и как управляющая компания буду гривстить свою комиссию ребятам и словать дивиденды, по сути. Вопрос, конечно, не будет являться RVA Security, но это в любом случае огромное еще количество изменений из законопроектов, регуляция во всех странах будет. Это непосредственно с недвижимостью у меня там самые большие вопросы. По акциям все-таки проще, потому что если на законодательном уровне это примет, то пойдет сразу движ. Как раз-таки JP Morgan объявил о том, что создает платформу для токенизации своих активов. И BlackRock, Barclay уже токенизировали, по сути дела, первые свои активы и передали. Это вау. В этом, конечно, круто, потому что ты тогда сидишь себе, Дигене, за компом, взял один клик, купил на Бали, во втором в Байами, в третьем в Байоминге, в четвертом в Карпатах, и везде у тебя дивизификация, и тебе не надо по целому дому покупать, и не надо все такие сложные процедуры проходить, все клик, все скрипты. Звучит же супер. Есть, конечно, подводные камни, как это все выбирается, но тем не менее. Надо понимать, что еще и рост активов должен быть, и еще и сдача в аренду пассивная. Ну, опять же, тут ситуация в том, что людям хочется, наверное, вот так инвестировать в метр квадратный, а кому-то хочет привлекать инвестиции. Какие вообще виды бывают рвей? Первое, это недвижимость, это самые очевидные. Второе, это долговые инструменты, ценные бумаги. Тут это вообще особо круто. Облигации, казначейские, векселя, акции. Это то, что мне прям нравится, я прям за это топлю, мы сейчас об этом с вами поговорим. Потом, естественно, товары. Золото, нефть, серебро, это тоже можно токенизировать. Искусство и коллекционирование. Ну, вот картины, сделать один NFT, и тот, кто имеет эту NFT, имеет эти права. Потом интеллектуальная собственность, доли в компаниях. Если вы в какой-то частной компании ее токенизировали, то получается, что я могу купить долю, и у меня будут купить, точнее, токены этой компании, и иметь ее долю. Вроде звучит очень прикольно. Вот начнем мы сейчас, на самом деле, с токенизированных облигаций. Это очень круто, потому что можно сравнить с чем-то, со стейкингом эфира. Вы эфир одалживаете валидатором, они держат, за это получают 3-4% годовых, и они себе с этого что-то берут. Тут то же самое, вы отдаете свои деньги, то есть USDT, USDC. Когда вы их держите, вы, по сути дела, даете в долг США, и они вам возвращаются. Сейчас это 5% годовых из-за вот этих наших ставок. Поэтому выглядит уже, на самом деле, привлекательно для многих инвесторов. И, опять же, я говорю, может быть, это не нам с вами интересно инвестировать по 5% годовых, но надо понимать, что это может привлечь новых игроков, и нарративы RVA могут разгоняться на этом, а мы на этом с вами заработаем. Так что будьте внимательны и не пропустите, реально какой-то зарождающийся такой тренд может произойти. Вот, кстати, USDT зарабатывают в год 5 миллиардов долларов, боже мой. Входит в топ самых крупных владельцев облигаций в мире, но они не делятся вообще со своими холдерами. И вот тот же сейчас Frax, если посмотрите, вот, ну, как бы я в сториз выкидывал, выбери Frax, это Algo Stable Coin, вы берете его, стейкаете, получаете S-Frax, и тем самым получаете 84% именно с американских викселей. Это мне кажется просто феноменально. Думаю, многие согласятся. Поэтому это, конечно, уже имеет, скажем так, большой потенциал. Кстати, по аналитикам, вот сейчас объем стейблов 122 миллиарда. За следующие два года прогнозом вырастет до 1 триллиона. Ну, как бы, это, наверное, Bullruns провоцирует в том числе. И чисто на этой теме RVA может в 8 раз вырасти. Поэтому, ну, когда будет расти отрасль, и каждый стейбл, он имеет какие-то облигации, еще делится с теми, кто их держит. Это вообще и для нас с вами подумать о том, что надо ли держать деньги в стейбле, которые не приносят деньги. Или вот я держу S-Frax, и я за это просто получаю 8% на самом деле неплохая такая прибавка просто за то, что ты держишь стейбл. Вообще про RVA-проекты. Сейчас флагман, это MakerDAO. Если кто не знает, вот мы MakerDAO набирали в районе тысячи. Сейчас он там чуть подрос, это на самом деле не принципиально. Они вообще интересную штуку сделали. Первые, это пришли, они сейчас за счет денег США пампят собственный токен. Команда не стала вообще заморачиваться, положила миллиарды долларов в облигации. Большую часть дохода они распределяют среди холдеров DAI, а оставшиеся просто выкупают свой токен МКР. Поэтому сейчас просто за счет долларов США, за счет Америки, Maker и пампятся. Я не знаю, докуда он, конечно, может дорасти, но мы пока держим, я вижу в нем приличный потенциал. MakerDAO вообще может долго хвалить, у них там будет ребрендинг, и будут запускать свои собственные дополнительные токены, которые будут получать холдеры МКР и собственные сети запустят. Там, короче, у них большой план, поэтому Maker как раз может стрельнуть и на новом буране. Все-таки это технологически. Вы знаете, что я люблю только задрот немножко, я люблю технологии, и вот мы с командой такие вещи и ищем, как что-то технологическое. Конечно, Фракс, еще раз говорю, ну, уже про него я обсудил, что мне у него очень нравится. Мне кажется, и Фракс сам должен расти, но он 566 стоит, как копан, и ничего не могу с этим поделать. Ну, что еще можно посмотреть, это Канто, она из сети Космоса, если кто не знает, вот тоже имеет потенциал, он не очень большая капитализация. Просто так оставлю, можете вникнуть. Мне, к сожалению, почему-то именно здесь отлетела цветокоррекция, именно на Канто. Зеленый цвет у меня экран не любит, прошу прощения, но уже сейчас исправлять будет долго. Риски Real World Asset. Вот как раз-таки Real USD R был обеспечен, чем он у нас был, по-моему, обеспечен? Он был обеспечен DAI, Real Estate, элитным вином, картинами и токенами своего проекта. И ситуация в том, что началась небольшая паника, люди начали быстро менять. И ликвидный, ну, DAI закончился, и вот все, а дома у вас или вино ты не можешь поменять на Unuswap. Соответственно, вот такая вот проблема, что сейчас вот цена 58 центов, вот видите, если поставить картину за 90 дней, ну, красиво выглядит. Вот stable, 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 оп, и не stable. Так что будьте осторожны, когда вы инвестируете куда-то в RVA stable, смотрите, чтобы это был тир-1. Обязательно смотрите, кто проводит аудиты проекта, смотрите, какой у проекта брокер, какой он использует банк и кастодиан. То есть вот это в целом надо изучать, но я говорю, тут прямо номер один верим. То есть в моем случае, если в долгу ходить инвестируют, то это вот только, мне кажется, фракции, мейкер, больше ничего нельзя делать. Еще-таки индивидуальный актив должны быть максимально ликвидными. Если в горизонт инвестирование не будет. Тут, когда-то ситуация, что вот у нее, а им пока не движку надо всю скинуть, чтобы восстановить пипер доллара. Но, как бы, опять же, на этом не советуют спекулировать. 40 миллионов капитализация достаточно будет опасно. Поэтому, собственно говоря, вот неплохо. По поводу, говорю, Канта сказал, что Лер-2 блокчейн на базе полигон ЗК и ВМ. Обязательно по ресерчу пошла интересная история. Ну и какой-то, наверное, вывод, надо сказать, ребят. На пути к успеху, если он будет у RVA, огромный тернистый путь. Там будет регуляция, будут взломы, будут кит-кипы, потому что это привлекает никого? Мошенника. Еще раз говорю, история для лохов, как будто. Ну, то есть я не могу найти человека, которому продать дом, но я могу что? Найти тысячу человек, которые готовы купить по одной тысячной дома. И вот они уже купят, а потом им сказать, ой, ребят, там что-то не получается в этом месяце, а ты себе аренду забираешь себе-себе, потом имеет ли... Они же не могут это редимнуть, вот эту NFT-шку, которая имеет одну сотую, одну тысячную дома. Поэтому вопросов остается очень много, но сейчас это, говорят, что один из самых быстростущих. Опять же, с точки зрения облигаций, акций, выглядит, ну, очень достойно, согласитесь. Не очень понятно, когда активы не ликвидны, но вот есть эти активы, которые торгуются, ну, хотя бы пять раз в неделю, в любой момент вы можете их скинуть, то это уже вызывает доверие. Я говорю, лично, вот вы можете посмотреть, во фракс закинул, тут я еще интересно, я взял под эфир, под залог, взял бесплатные деньги и закинул, вот закинул 40 тысяч фракса. Конечно, немного, 8,54, это сколько у меня будет, там, в год будет в районе 3,5 тысяч получаться. То есть, по 300 долларов в месяц, не сильно большие деньги, но я уже говорил в истории, ребята, надо стоить финансово-грамотой степ-бей-степ. Не будет такого, что у вас, оп, и миллион, можно закинуть на пассив. Тут 20, тут 20, тут перезаняли этот, увеличили плечо. Кстати, возможно, фракс даст возможность увеличивать плечо, а если будет там 20% с, ну, реально, практически без риска, такой риск, как в Луне, всегда, конечно, остается, что что-то мы не учли, но сама суть, потому что это выглядит достаточно интересно именно для больших дядей с большими капиталами, которые могут прийти и эту отрасль всю взболтать. Важно, чтобы мы с вами это не пропустили, поэтому Канто из интересных идей на 2% дебазита и внимательно следим за развитием RWA. Возможно, Джоу-Джоу нас вообще удивит какой-нибудь, какой новый будет гем. Всем спасибо, до новых встреч. Пока. Бум!